Ну и снова здравствуйте! На дворе 3 мая 2022 года. Сегодня у нас последний, вернее заключительный выходной первомайских праздников и мы решили с утра съездить опять на рыбалочку. Погода так себе облачная, солнца так на праздники практически и не было, но все-таки мы решили проехать, немножечко посидеть с удочкой, уделить себе, как говорится, внимание, отдохнуть. Потому что как настанет погода на будущие праздники, на 9 мая, мы обязательно, наверное, после демонстрации или парада поедем на огородик. Нужно еще поработать, не всю досадили картошечку. Погода нам на праздники майские немножечко не дала. Так, выезжаем мы с Кустовиновской на Мельничную и едем опять в сторону Новосельского. Мне вчера написал мой зритель, мой подписчик, что он узнал, куда мы ездили на рыбалочку в предыдущем фильме. Пишет не Новосельское, а это, говорит, Санта-Хеза. Да, это была Санта-Хеза. Это еще китайское название. Наверное, в 60-х годах было изменено на русское, на новосельское. А раньше ведь у нас в Приморском крае было очень много китайских названий. Как такие, как город Иман, по-моему. Ну и, честно говоря, забыл. Уже забыл. Так быстро не могу вспомнить. Простите, возраст уже и годы. Ну, все-таки, да. Много было названий наших городов изменено. Сейчас, да, вот был Иман, сейчас Дальнереченск. Так и села вот у нас, говорю, было Новосельское. Сейчас, вернее, Новосельское, а было Санта-Хеза. Ну, как-то так жили. Ну, ладно, мы продолжаем дальше движение. Сейчас мы повернем на улицу Комсомольскую и будем двигаться в сторону Новосельского. Всем приятного просмотра. Не знаю, как удастся, что-то поймать или нет, но будем стараться, чтобы и вам снять, показать, дорогой зритель. Всем спасибо. Продолжаем движение. Итак, мы движемся в сторону Новосельского. Подъезжаем к селу Степному. Немножечко покажу село Степное. Голуби гружат над Степным прямо что-то конкретно. Вот оно Степное у нас. Мы проезжаем. Вот здесь Гикут хлеб. Тоже небольшое совсем село. Там старое, здесь новое, как посчитается. Это Степное наднаружи. Народу немного проживает. Впереди тоже, похоже, едут рыбаки. Но рыбаки конкретные, не то что я. Взял удочку и вперед. А здесь даже и лодочка. Все как положено. Вот это рыбак чувствуется. Машина Нива везде пройдет. Молодец человек. Это рыбак. Едет за хорошей крупной рыбой. Удачи ему. Так же, как и мне. Продолжаем движение в сторону Новосельского. Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот, дорогие друзья, мы уже и движемся практически в Новосельском. Подъезжаем к Новосельскому. Вот, переезжаем через канал. Мостик. И мы практически уже в Новосельском. Вот показались уже первые домики. А вот и вывеска Новосельская. Да, какое оно раньше было. Господи, обалдеть. Какое было сильное село. И мы даже находился здесь институт Борису. Просто не верится. Вот даже какие были домики здесь настроены. Все, что осталось. Ну а мы едем дальше, дальше. Еще немножечко. Будем надеяться, что наше место сегодня не занято. Вот там вот гуляют сапли. Но, наверное, будет их не видно далековато. Ну вот, мы въехали. Можно сказать, само Новосельское. Еду потихоньку. Впереди вон гуляет уточка. Прямо по дороге. Обалдеть. О, все, полетела. Вон они, вон они, вон они на воде. Утки-дитие. Вы видите в Новосельском? Пожалуйста. Да, практически не видно уточек. Они вот на той стороне в кустах заплыли. И находятся. Как жаль, что не стало видно. Конечно, машины, они испугались. Ну вот мы приехали. Сейчас мы закинем удочку, порыбачим. Попробуем. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Там вот висит удочка с поплавком. Вот. Это мое прошлогоднее неудачное. Так я закидывал прямо на дерево. Там удочка моя и осталась. Ну вот, первые удочки закинуты. Будем ждать. Посмотрим, что у нас сегодня покажет наша рыбалка. Ну, рыбалка уже у нас началась. Так что ждем первые поклевки, как говорится. Итак, друзья мои. Просидев три часа на рыбалочке ни разу даже не клюнула. Но день холодный, вы видите, пасмурный, ветреный. Вообще, даже хоть бы одна была поклевочка. Вот люди приехали, тоже пытаются разложиться и порыбачить. Но будем надеяться, им повезет. А я решил проехать немножечко по Новосельскому и показать, что осталось в нашем селе Новосельском. Чтобы кто-то, может быть, здесь жил. Пусть посмотрят. Здесь, похоже, фаповый строил. Мне так кажется, или что. Здесь был когда-то гараж. Вот это была когда-то столовая. Даже вывеска еще висит. Пустые окна. От клуба тоже ничего не осталось. Но магазин работает. Магазин работает. Едем дальше по центральной улице. Посмотрим, что еще. Ну, вот это вот что-то у нас. Тоже, похоже, магазин. Здесь детская площадка даже сделанная. Ну, вот школа. Школа в прекрасном состоянии. Похоже, снаружи. Вообще прекрасно в состоянии находятся. Все окна евро поменены. Двери евро. Что это очень редко в наше время еще для школ. Молодцы. Ну, вот как-то так. Небольшой обзор по центральной улице. А, в общем-то, село много людей, наверное, покинуло после того, как вода поднималась в этом селе. Вроде бы как-то говорили, что людям даже давали сертификаты на приобретение квартир в городе. Ну, вот что есть, то есть, как говорится. Сейчас мы развернемся и поедем обратно. Здесь, похоже, вот как раз, я даже точно не скажу, раньше сюда не ездил. Наверное, конечная остановка автобуса. Скорее всего, это конечная остановка автобуса в Селиново-Сельском. Да, вот нулевой километр показывается на столбе прибили. Ну, все, едем в сторону города. А улица центральная называется. Конечно, неприглядный вид стал у наших сел. Жалко. А ведь были такие хозяйства крупные. Я еще помню, когда был молодой, работал на почте. Развозил почту по деревням, мы сюда ездили. Здесь такое было красивое, хорошее село. Здесь была вот это, что я показывал, столовая. Мы в ней обедали даже. Прекрасно готовили. Был хороший клуб. Просто не верится, как все изменилось за годы. Как жалко, что это все немножко вон рушится. Просто жалко. Ну вот, с этой стороны давайте посмотрим сейчас. Вот, что осталось от клуба. Посмотрите. Одни развалины. Как жалко. Ведь был такой клуб в деревне. Ну, а здесь памятник военным героям. Девятое мая скоро. А плиту с надписями, видно, вырвали. Нехорошо. Нехорошо. Не хотят чтить память. Ну, а с рыбалочкой нам сегодня, конечно, не повезло полностью. Я говорю, хоть бы одна поклевочка. Просто даже не для того, что поймать там что-либо, а хотя бы ради интереса зажить человека, как говорится. Но тишина. А позавчера мы с внуками за три часа еще и поймали. А конек-то был хороший, ухи наварили. Ну, все. Движемся домой. Ну, ничего. Впереди девятое мая, праздники выходные. И, может быть, тогда будет солнечный день. И нам удастся вырваться. Приехать и еще порыбачить. В общем-то, как раз уже черемуха расцвела. Может быть, будет теплый день. Нужен немножко теплее день. Сегодня очень холодно. Девять градусов ветерок. Неприятно. Ну, все, наверное. Нам нужно выключать камеру. Дальше опять дорога, дорога, дорога. Едем дальше. Еще хотел вот что сказать, друзья мои. У меня открыт, я уже не раз говорил, канал на Рутубе. Потому что неизвестно, что будет с Ютубом. И я немножко все фильмы перевожу. Сейчас стараюсь загрузить. Которые у меня были на Ютубе. Я стараюсь загрузить все в Рутуб. И новые также фильмы гружу туда, на Рутуб. Поэтому, прошу, подписывайтесь и на Рутуб, кто хочет смотреть мои фильмы. Подписаться несложно. Нужно просто загрузить Ютуб. Зарегистрироваться там. И все. И набрать в поисковике Евгений Головаш. Все очень просто. И просматривать наши фильмы можно будет на Рутубе. Но Рутуб, я думаю, вообще же не закроют, если что. Потому что сейчас непонятно, что происходит у нас. В нашей жизни. А как бы пока снимаю. Хотелось бы вам показывать, чтобы вы тоже что-то видели. Новое. Чтобы вам было интересно смотреть. Поэтому я говорю, что если кому интересно, подписывайтесь на Рутуб.